Всем привет! С вами снова Дмитрий и в этом выпуске мы будем с вами собирать стабилизатор самолёта FlyX-11. Вот так выглядит этот стабилизатор. Это деталь чуть больше тех деталей, которые мы собирали до этого. Но этого пугаться не надо, потому что как его правильно и быстро собрать, я вам в этом видео всё покажу. Перед началом сборки нам необходимо разложить перед собой аккуратно все детали, чтобы с ними ознакомиться, а также убедиться, все ли элементы у нас в комплекте. Начинаем сборку с лонжерона. Нам необходимо на лонжерон установить уголки строго по центру. Таким образом, чтобы у нас от конца лонжерона до конца уголка было одинаковое расстояние с двух сторон. После того, как мы с вами нашли середину, нам необходимо на какие-нибудь струбцины зафиксировать уголок на лонжероне. После этого начинаем сверлить через одно отверстие и вставлять клейко. Мы с вами засверлили уголки на лонжерон. Также хочу обратить внимание, что с торцов лонжерона уголки тоже должны быть просверлены. Для удобства дальнейшей сборки необходимо клейко оставить со стороны уголков. Теперь нам с вами необходимо установить центральную накладку на лонжерон, а также центральные узлы навески. Вот таким образом выглядит на лонжероне центральная накладка, а таким образом выглядят центральные узлы навески. Далее устанавливаем нервюры на лонжерон в соответствии с инструкцией. После того, как мы установили нервюры на лонжерон, нам с вами необходимо установить узлы навески. Вот такие вот уголки. Вот таким образом на лонжероне выглядят узлы навески. Теперь нам с вами необходимо на передние стенки стабилизатора установить анкерные гайки. Теперь устанавливаем передние стенки на центральные нервюры стабилизатора. После установки передних стенок на центральные нервюры нам необходимо установить задние концевые нервюры на лонжерон. После того, как мы установили все основные нервюры и узлы, мы можем перейти к сборке обшивки. Для более удобной установки обшивки конструкцию необходимо установить таким образом, чтобы вот эти два ушка торчали кверху. Также нам с вами стоит обратить внимание на саму обшивку. На самой обшивке есть небольшая прорезь. Этой прорезью мы ставим обшивку к торчащему ушку. Мы с вами установили с одной стороны обшивку, слева и справа. Для того, чтобы установить с обратной стороны, нам ее придется натягивать. Для этого нам понадобится ремень с храповым механизмом. Таких три ремня надо. А также три бруска. Продолжение следует... Итак, мы с вами подготовили все для того, чтобы ремнями натянуть обшивку. Хочу обратить ваше внимание на то, что ремни находятся недалеко от нервюр. Чтобы не было хлопуна на обшивке. А также хочу обратить ваше внимание, что надо подложить под ремни какие-то накладочки, для того, чтобы не поцарапать обшивку. До какого момента нам необходимо натягивать ремни? До момента, когда отверстия на обшивке будут совпадать с отверстиями на лонжероне. После того, как мы зафиксировали обшивку на лонжероне, мы можем постепенно снимать ремни. Продолжение следует... Итак, мы с вами закончили установку обшивки, используя технику с ремнями. Натянув вторую сторону обшивки, можно столкнуться с такой проблемой, когда нервюры чуть-чуть смещены и отверстия обшивки с отверстиями нервюры не сходятся. Как устранить эту проблему, мы показывали в видеоуроке про киль. Также в этом видеоуроке вы можете посмотреть, как все правильно зачистить, зазимковать, загрунтовать, потому что предварительная сборка на этом у нас закончена. И именно к этим этапам мы сейчас переходим. Где что надо досверлить, досверлить и где что надо рассверлить в соответствии с инструкцией под диаметр 3,2 или 4, рассверлить и потом все необходимо разобрать, зачистить, загрунтовать, проверить накрутку. После этого продолжим собирать вместе. Итак, подготовленные детали для окончательной сборки мы собрали в единую конструкцию, но не поставили пока обшивку. Перед тем, как ее установить, нам необходимо с вами заклепать на передние стенки анкерные гайки, а также передние стенки заклепать к центральным нервюрам. После того, как мы заклепали эти элементы, мы можем приступить к установке обшивки, используя технику ремней. После того, как мы установили обшивку, мы начинаем клепать. Хочу обратить ваше внимание, что клепаем мы сперва все с внутренней части лонжерона и только после этого приступаем к лепке обшивки. Установив обшивку на конструкцию, нам остается с вами поставить пластиковые законцовки. О том, как их разметить правильно в соответствии с инструкцией, смотрите видео о сборке киля. После того, как мы установили наши пластиковые законцовки, наш стабилизатор окончательно собран. На этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok